Добрый день! Сегодня 4 февраля 2019 года. Я хочу немножечко поговорить о возрасте, о наших делах, об отношении к себе, к другим и о том, как нас люди оценивают. Думаю, что многие из вас слышали эту маленькую заметочку, которую написала Оля Шиленко. Я позволю себе её вам зачитать. Женщина лет 80 в платье под зебру. Я сегодня тоже в платье под зебру. Я уже сделала ролик по поводу наряда дня. Я дам на него ссылочку. Я очень люблю Animal Print. Я думаю, что в 80 лет я буду ещё вот и с такими браслетами, и с в платьях под зебру, и очень яркая женщина. Итак, женщина лет 80 в платье под зебру, с крупными серьгами в ушах. Надо начинать. И ярким алым маникюром. Ярким. Разговаривает по телефону у входа в Буланжеры. Вера, серьёзно, я тебя не понимаю. Что ты ломаешься? Внуки довезут тебя до поезда, занесут вагон, выгрузят на полку. Ты потрясёшься немного. А уже утром мы с девочками перегрузим тебя в комфортное такси, доставим на место. Что ты говоришь? Какие годы? Не поняла. Не те годы? Для чего не те годы? Тебе даже вставать не надо, Вера. Тебя взяли, перенесли, положили, снова взяли, перенесли, положили. Из рук в руки. И ты уже не там, а тут. Твоя задача, Вера, очень проста. Лежать, пить шампанское и изредка подавать другим клячам сигналы, что ты ещё жива и хочешь добавки. Я тоже вот такая кляча, которая и сейчас не унывает и просит добавки, и любит шампанское. Думаю, что и через 20 лет я буду подобна вот этим бабулькам, потому что это мой выбор. Но я даже не думаю, что меня надо будет переносить, потому что 80 лет – это ещё цветущий возраст. Мамочки моей сейчас 89, свекрови моей 99, вы про это знаете. И это последний их год, когда их уже надо переносить. А до этого они сами бегом бежали. И мы можем бегать бегом. Это наш выбор, то, как мы к себе относимся, к своему возрасту. И когда мне моложе женщине, я говорю, ну подумайте о возрастах. Ну чего ж вы так обряжаетесь? Мне вас становится жалко, потому что я обряжаюсь согласно своему внутреннему ощущению. А я ощущаю себя задурной, но ещё не старушкой. И в 80 лет, возможно, я просто буду ощущать себя очень задурной веселушкой. Может быть, старушкой, а может быть и нет. Если вы делаете что-то прекрасное и возвышенное, а этого никто не замечает, не расстраивайтесь, восход солнца – это вообще самое прекрасное зрелище на свете. Но большинство людей в это время ещё спит. Это слова Джона Леннона, а я их прочла вам для того, чтобы вы, когда что-то делаете, не ждали ни того, что это будет замечено, что это будет оценено, и главное, что вас кто-то за это благодарит. Мы не ждём реакции от других людей, когда совершаем добрые дела. Мы просто делаем это для себя, потому что нам очень хочется и для себя, и для других делать что-то очень хорошее. И мы получаем удовлетворение от самого процесса делания, а не от того, кто и как на нас реагирует. Наступает в жизни такое время, когда вы окружаете себя людьми, с которыми вы смеётесь. Вы забываете плохое и фокусируетесь на хорошем. Любите людей, которые относятся к вам правильно, и молитесь за остальных. Жизнь так коротка. Проживите её не иначе, как счастливо. Падать – это часть жизни. Подниматься на ноги – её проживание. Быть живым – это подарок, и быть счастливым – это выбор. Выбирайте. Я на своём канале вам рассказывала о том, как я научилась себя любить, как я сделала свой выбор – быть счастливой. И я счастлива каждый божий день. Каждый день с самого раннего утра уже можно поблагодарить жизнь просто за то, что вы проснулись. Очень и очень многим такого счастья в этот день было не предоставлено. Они не проснулись, а вы проснулись. И всё, что вы делаете, делайте с улыбкой, делайте с удовольствием. Ощущайте себя счастливой от всего, что в этой жизни происходит. Даже от плохой погоды, даже от тех событий, которые вам сейчас кажется, что они очень чёрные, и они разрушили вашу жизнь. Вам так кажется только сейчас. А по истечении какого-то времени вы оглянетесь на это событие и скажете, «Боже мой, как хорошо, что это произошло! Как хорошо, что это была ещё одна ступенька в моей жизни!» А людей, которые вас не понимают и которые остаются несчастливыми, не надо их очень близко подпускать в жизнь. Можете за них помолиться, как рекомендует автор этих слов. Помолитесь. Если нет, то нет. Молитесь за себя и будьте счастливы. А с вами была абсолютно счастливая за вас Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.